Скажите, пожалуйста, у вас создана, я не знаю, матрица угроз, модель угроз, она каким-то образом в прототипе, в теории, не ощущение, что у вас готовы какие-то комнатные решения по анализу всего спектра угроз? Готовы или не готовы? Значит, досье у меня по угрозам, которые я веду 20 лет, досье на мироздание так называемое, и у меня вот этот комплекс, который отвечает на вопрос, что делать и как управлять угрозами. Это вот национальную службу контролисту, которую нам не дали доделать и ликвидировали наш институт. Когда вы выстраиваете модель угроз, вы выстраиваете против нее требования, которые нужно выполнять, чтобы гасить эти угрозы. Вот мы сразу пришли на требования, там из-за отсутствия финансирования по модели угроз, модель угроз сразу не заинтересовала Центробанк, она и говорила, сразу работайте с нами по системе требований. Действительно, это было бы довольно плодотворно, поскольку модель угроз выстраивалась по факту того, что мы анализировали, если система требований не закрывает какие-то угрозы, мы сразу просто смотрели по минусу. Мы смотрели минусовку, значит, если какие-то угрозы не закрывали, значит, модель защиты, которую мы устраивали, она не полна и ее надо дорабатывать. Модель угроза есть либо нет? Поэтому такой, как вы хотите, вот структуры нет. Но, скажем так, предпоследствуйте, как вы создали его, и он существует. Правильно, в этом подходе? Нет, ну конечно, конечно. То есть даже инструментарий, мы разрабатываем инструментарий, единственное, что Центробанк прекратил его финансирование, мы его прекратили разрабатывать. Хорошо. Такой вопрос. Я вот не очень понял. Вы нашли уязвимости в спектре угроз от римского клуба? Вы просто с вами не соглашались, что там, так сказать, опубликовано. Есть, предположим, скрытые угрозы, либо есть угрозы, предположим, переоцененные, либо, наоборот, недооцененные? Нет, недооцененные все угрозы связаны с тем, что человекство существует не в стабильной среде. Вот они это просто полностью прогнозируют. Что существуют геофизические угрозы? Вообще ни слова о них. Существуют космические угрозы? Ни слова о них. В этих... У них полностью... Планета эта стабильная, это то, что будет существовать всегда, всегда существовало, и только люди могут его уничтожить. Вот все, что говорит римский клуб. Во всем виноваты только люди, а не те среды, в которых могут нас уничтожить всех. Хорошо, прошу. Вопросы из Завана. Пожалуйста. Извините, я не пойму. Вы все время говорите об угрозах человечеству, но я не очень понимаю, что такое человечество, если не человек. И в этом смысле я хочу выяснить, а почему вы не рассматриваете угрозу самоуничтожения? Ну, грубо говоря, когда глобальные интересы, представленные разными группами людей, государств, да, во главе там с тем-то или с тем-то президентом, да, решают уничтожить друг друга. Или просто из-за ошибки это делают. Нет, вы совершенно не правы. Что значит, я не рассматриваю? Это одна из основных угроз, которые рассматриваются, бесспорно. Нет, пожалуйста. Теории, и более того, ну, к сожалению, у меня не было возможности изложить вам 20 теорий по парированию вот этих угроз, о которых вы говорите. Вот они в частности там рассматриваются, как парировать угроз самоуничтожения. Это одна из важнейших проблем. Так это проблема как раз именно в устройстве работы мозга человека. Так, пожалуйста. Да, и это вот проблема идеологической безопасности и отдельная теория, как защитить человеческий мозг от разрушительных идеологий. Можно я просто еще раз повторю свою просьбу? Понятно. Вопрос задавать сугубо по докладу, а не подвигая свои, так сказать, внутренние субъективные. Будет время выложить все ваши наработки. Парал, с вопросом. У меня два вопроса. Один мой, другой не мой. Вопрос мой. Существует ли, продолжает ли существовать и взаимодействует ли вы с комиссией по рискам Академии наук России? Это первый вопрос. И второй вопрос. Зачем нужен мир, если в нем не будет России? Россия не может существовать вне мира. Мы часть цивилизации человеческой. И если мы будем пренебрегать остальным миром, мы и себя погубим, и мир погубим. А если нас мир будет пренебрегать нами? А вот это мы должны постараться, чтобы такого не было. А почему мир не должен постараться, чтобы такого не было? Да, коллеги, пожалуйста. Ему это надо объяснить. Коллеги, пожалуйста, по поднятой руке вопросы. Томанович, по поднятой руке. Пожалуйста. Вопрос. Там социализм, коммунизм и капитализм. А вот где границы? То есть, каких именно людей в коммунизме держать, каких в социализме, а для каких капитализм будет? Нет. На самом деле, движущим механизмом цивилизации является, как мы поняли сейчас, общество, в которых максимально реализованы указанные принципы. Я это перечислил. Давайте на трех первых остановлюсь только. Справедливой компенсации? Где сейчас лучше это обеспечивается? Где лучше работают профсоюзы? Где лучше это балансируется? Вот эти вот вопросы. И где лучше развиты системы компенсации вообще для существования человека в цивилизации? То есть, социальной поддержки при отсутствии других, значит, вложений в общество и, соответственно, компенсации. Вот. Вот об этом должно быть. Вообще говоря, вот эта формационная модель старая, значит, марсистская, она сама по себе не очень хороша. Вот. И я просто к ней свел, чтобы показать, что на самом деле вот и с ней можно работать и разъяснять эффективность вот тех принципов, о которых я говорю. Есть важнейшие вот базовые принципы. Человек не может работать просто так, все время без дела. Хотя есть, конечно, попытки там на энтузиазме кого-то, но это просто выжимание. И вот и судьба Николая Астровского, как закаляла сталь, который написал книгу. Как выжимает ищет, который живет только на энтузиазме. Ну и что, выжили и выбросили. Это же неправильно. Справедливая компенсация. Вот. Важнейшие принципы, которые позволяют человеку вот сделать так вот, все из него выкрутить и выбросить. А дать ему прошить большую продовольную жизнь. Коллеги, одну секундочку. Попробуйте побыть социальным конструктором. Говорите о будущем на глобальной повестке дня. На уровне национальных моделей мы к этому доберемся. И будем обсуждать судьбу Дерипаски. Пожалуйста, вопрос. По делу, по сути. По делу. Рассматриваю ее в розы в реалитетном порядке. Что имеется в виду? По значимости. Но, допустим, одну угрозу мы выделяем, не устраняем и все остальные нивелироваются. Нет, решения возможны. Такие, которые закрывают сразу массу угроз. Вот одно решение сделали и закрыли все остальные. Да, такие мощные решения, которые бы все, конечно, закрыли, таких нет. Вообще, когда закрыть все невозможно, можно понизить шансы того, что мы пострадаем. Повысить, наоборот, шансы, что мы не пострадаем, не станем жертвой. Понимаете? Вот. И такие меры возможны, да. И вот для человеческой цивилизации это космическая экспансия и внедрение критериальных основ конкурентоспособности и могущества во все инфраструктуры. Когда все решения, все политические лозунги, всех партий проверяются на вот этот единый критерий. Как это сказывается на конкурентоспособность нации, у меня там теория конкурентоспособности нации, и конкурентоспособность человечества. Потому что правильный критерий для нации, нация это часть человечества. Ослабляем нацию, подрываем все человечество. Вот. И вот с этой стороны должны оцениваться все. Лозунги, партии, любые действия, любая деятельность. В общем, вот это вот мера номер один. Позвольте вас, значит, подвести итог этого ответа, уходя в космос, и сам решаем все свои проблемы. Это интересное решение. А при всем при этом я... При все, а массу проблем, биологические угрозы мы снижаем и космические угрозы мы снижаем. На самом деле вопрос, который задан, на удивление крайне, так сказать, актуальный, потому что выстраивая, скажем так, систему приоритизации угроз, мы можем, решая одну из них, ключевой, например, снимать несколько последующих. Поэтому вопрос крайне интересный. Но есть такое решение в детстве. Прекрасно. А ну секундочку. А ну секундочку. Спасибо, что есть. Мы об этом обсуждали. Вопрос. Сугубо в рамках услышанного доклада на понимание. А вот выводы какие, что правильно, куда идти, на Россию, на мир, что делать, кто правильный, китайский, социальный, наш, я запутался. Значит, правильные шесть базовых принципов. Эффективной человеческой деятельности в любых сообществах, в любых, начиная от рабочих коллективов и кончая нациями, человечеством. Вот эти шесть принципов, они были представлены. Вот насколько вы их соблюдаете, вот насколько вы эффективны. Я согласен. А вот как, какую модель принят, чтобы сообнести вот эти шесть принципов? Ну да, вот шестой принцип, это, да, действительно. Согласие, американские, вот что, вот это. Да, да. Вот шестой принцип, это восприятие, вообще культивирование лучших практик, лучших моделей. Да. Нахождение, лучшие модели нужно постоянно искать, находить и ими пользоваться. И сгибать, если будет возможность. Вот, то есть вот это вот важнейший принцип, да, поиска, выработки лучших моделей и так далее. Вот, что касается государственного управления, сейчас лучший образец, это welfare state, так называемый. Государство всеобщего благодетствия. Вот, мы знаем такие государства, они есть, это Швеция, это Норвегия, это Швейцария, это Германия, это Великобритания. Вот, это государство, которое официально, да, welfare state. Вот, поэтому туда мигранты и стремятся. Потому что там никто не умирает, там все поддерживаются, там полная социальная поддержка, там полностью работает и коммунистический принцип, и социалистический, и капиталистический. И все работает. А позвольте маленькое уточнение в пику этого вопроса. Я понимаю, что вы не экономист, а тем не менее, ожидаете ли вы не просто симбиоз с конвергенцией, скажем, существующих формаций, а выход на новый формационный подход, качественно, скажем, новый по своим принципам? Вы можете допустить такую, скажем, идею, что будет формирована новая некая формация, социально-экономическая, которая придет реализовать новые принципы жизнедеятельности? Нет, я просто считаю, что формационный подход вообще нужно забыть. Хорошо, все, вы сторонники в Волгии приезжали потом. Да, да. Два таких вопроса. Отвергая парадигму формационную, можете ли вы предложить какую-то другую парадигму или ее еще нет? Это первый вопрос. И второй в развитии вот этого вопроса. Можете ли вы, или не сводите ли вы вот даже шесть этих требований к наиболее важным, то есть иерархия, один-два главных требования, угроз. Можете вы назвать, ну, с точки зрения науки, системного подхода, вот, назвать одну-две главные угрозы, которые потом детализировать? Вот главное можете назвать одну-две главные угрозы? И это, я почему спрашиваю, потому что вы вроде отрицаете то, что этот римский клуб говорит, внутривидновое уничтожение, вы его как бы отрицаете? Или я неправильно вас понял? Или она не является для вас важной? А важнее какая-то другая угроза? Что лучше, веревка или мыло? Ну, примерно так, вот, вы можете, вот, иерархию эти все-таки... Значение вероятности, да, фактически. А если можно ли выделить главные, самые главные угрозы? Главные угрозы – это главная наша уязвимость. А главная наша уязвимость – это непонимание того, что мы существуем в консердически нестабильных сферах. То есть непонимание нашей главной уязвимости, да? Да, прекрасно. Это главная наша уязвимость уязвимость. Нет, ну вот как раз вопрос этот, аформационную парадигму на понимание, вы можете предложить? Я предложил, да, вот я предложил теорию, 24 теории, которые... Нет, 24 – это много. Парадигма, она содержит, ребят, три позиции. Вот ваш, вот, космизм, какая-то... А, у вас же есть парадигма. У вас есть самосознание и самоконтробность. Так, я буду закончить, коллеги. Товарищ Пунтус, значит, вопрос про альтернативы, альтернативы формационной парадигмы. У вас есть альтернатива к формационному подходу? Ну да, либо нет. Если есть, то так вы... Значит... Просто. Значит, что касается альтернативы... Альтернатива у вас есть, либо нет? Значит, шкала. Фейлсель и Велферстейн. Как бы на страны переходят, значит нет. Я понял. Имеется в виду следующее, что предлагается работать на существующих, извиняюсь с флова, кейсах, то есть примерах. Есть критически неудачные страны в современности, есть критически неудачные страны. Предлагается взять критически неудачные страны. Я скажу следующее, что, например, есть подходы друг к другу уровня, других моделей. Можно построить будущее не современное, оптимальное, а опережающее на уровень вперед. Но это не дедуктивный подход. Все про дедуктивный. Давайте мы об этом поговорим. Будем задраться в деталях отдельно. Пожалуйста, вопросы ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, имеется ли сегодня в мире, по вашим данным, единая система и орган управления противостоянием и угроз? Если этого нет, то какие шаги по движению в этом направлении вы знаете и видите? Нет, мы просто можем констатировать, что люди, которые сейчас управляют в мире, в частности у нас в стране, они прекрасно понимают большинство угроз и все делают для того, чтобы их снизить. В отличие от оппозиции, которая, к сожалению, как правило, во многих очень вопросах не... Курево, понятно. Я не веду. Нет, но вот, к сожалению, к сожалению, есть огромный недостаток в нашей системе. Это отсутствие свободы оппонирования разрушительным идеям. У нас мощнейшая инфраструктура распространения разрушительных идей. Мощнейшая. И ни одного элемента оппонирования разрушительным идеям вообще нет. Есть грубая пропаганда и никакого оппонирования Эхо Москвы, Новой газеты. Но это следствие. Все-таки единый орган цивилизационного противостояния имеет место? Или какое-то движение в этом направлении? То, что если нет головы, которая будет противостоять вот этим всем угрозам, это все будет хаотично происходить. Есть ли вопрос? Есть ли служба безопасности мира? Если бы нет? Хороший вопрос. Пока нет. У ООН есть, первые шаги делаются ей. Но есть предложения озвученные, что нужно сделать, чтобы она оставила такой системой. Принципу, она должна обеспечить модель угроз и с ней работать. Позвольте ответить нашим вопросом. По Римскому клубу предложил предложение. Сергей, ты хороший вопрос задал. Он сам по Римскому клубу. Очень хороший. На него есть ответы или нет? Все несовершенно. Получается, нет такой? Пока нет. Нет, нету. Но, хочу сказать, что не нужно давать радикальных этих самых ответов. Есть определенные ниши системы глобального, например, контроля ядерных пусков, например, России и США. Россия и США владеются контрольным пакетом ядерного оружия на Земле. У них есть система взаимного помещения, система поднятия уровня, эскалации и угроз, система мониторинга прямой связи между президентами. То есть в некоторых компонентах в военной сфере эта система существует. Кроме того, существует системы, ну, худо-бедно, космического, так сказать, мониторинга астероидов. Вот нас пугает от Нибиро, от Гаосской, да, и прочих. То есть какие-то элементы есть. ВОЗ. Значит, элементы какие-то существуют. ВОЗ. Но полноценные системы. Думаю, что пока мы не получим локальный ядерный апокалипсис, мы не образуемся. Пожалуйста, вопрос ваш. Терехин, Алексей Терехин, у меня вот такой вопрос. С какой стати Терехин должен платить свои деньги сегодня, чтобы завтра дети Белгейца полетели на обитаемую планету? Нет, а кто вас заставляет платить за это? У Белгейца свои миллиарды. Есть вопрос, чтобы вот эти миллиарды он потратил на решение задачи уже нет? Ну вы меня удивили, переходя на личности. Это с маленькой буквы Белгейц. Знаете, у Белгейца не хватит денег, сколько бы у него не было, чтобы организовать такую экспедицию. Должны будут использоваться деньги человечества. Я прошу прощения. Пожалуйста, вопрос. Вопрос такой. Во всех глобальных конфессиях учения все начинается с того, что сперва авторы этого, ну, любого проекта предлагают сперва картину мира. Период. Начинается с этого. Как главного фактора. И прошу. Вот после фамилии все ведущие, даже ученые великими признаются, что сперва картину мира предлагается, а на его основе уже все остальное. Вы признаете вот этот подход здесь, что принципом номер один является мировоззренческая картина мира, которая предлагается. А с этого уже что начинается? Или нет? Абсолютно. Вот тогда можно назвать первым пунктом номер один в безопасности картину мира, которым мы пользуемся. Ну, было сказано, не понимали угрозы, а самые первые глобальные угрозы. То есть номер один – это есть картина мира. Конечно, не понимали. Сути и сути. Коллеги, мы закончили с блоком вопросов? Я надеюсь, что закончили. У вас еще есть докладчик, супердокладчик. Пойдем, пожалуйста. Пожалуйста. Основной вопрос. Я рада видеть представителя ИСА. Тем более, что в создании, разработке всех этих моделей по глобальному управлению мира и стоял системный анализ. И вот такой вопрос. А вы лично осознаете вообще слабость именно системного подхода глобального моделирования, ну, через запятую, по отношению к социуму, что было и использовано как раз в римском клубе и подобных организациях. Они именно глобальное моделирование использовали к динамике развития социума. И там вы знаете прекрасно, кто там стоял уже этим моделированием. Всякий там Озбекхан, там Александр Кинг, Шпион на шпионе, все представители. Пожалуйста, конкретный вопрос. Да. Вот вы осознали, что сам метод глобального моделирования, системный анализ неприемлемый как раз к анализу развития социума и отсюда вытекающие последствия. Нет, вы не поняли. Вы слово моделирование. Моделирование не поняли. Они использовали работу с большими датами. И все это почему-то стали использовать применимо к людям. Они почитали там какие-то цифры и отсюда делали выводы уже другого типа. Тем более последний доклад, вот этот КАМОН, про который рассказывали, нам докладчик забыл сказать, что главная проблема, они признали, да, катализм в кризисе, и проблема-то как раз философия, мировоззрение. Не надо менять всем мировоззрение. Это тоже было заявлено неоднократно. Но он скользко. Я по поводу моделирования, глобального моделирования, как у меня? Автор доклада неусматривает. Представитель лица, дай, не без тебя, но я пред... Глобальное моделирование в любом случае очень полезно. То есть модели... Для всего, да? Для моделирования. Для людей, как что, люди должны вести. Да, да. Все отлично. И я бы не показал вам свою глобальную модель, когда у нас 7 кадров, заеще нестабильных 7 до одного человека, для всего человека. Все я поняла.